всем привет меня зовут сергей сейчас буду показывать вам видео про сенаж тестируем смоленскую пленку вернее агро стрейч и посмотрите если разница какая-то и также скажу цена и где я ее брал смотрите будет надеюсь будет кому-то интересно ну первое покажу сенаж сенаж он с а то вот так он выглядит то есть он подвяленный такой клевер очень много в этом году клевера так вот выглядит это все полки хорошие это полтора рулона я катаюсь волка но не знаю сколько тут метров 250 наверно и грабли у нас были два спа три метра наверное 3 мы метра на то есть 6 вот так вот получается мотаю классом 46 обматывает у нас сеткой от такие вот рулоны сенажа получается много этой ромашки фигашки но не нравится но также он есть и века и подсеянный горох этот клевер вот этот подсеянный такой так они выглядят на игре возит захватом так происходит подвоз но дело в том что захватов нету спереди а эти мне как-то тяжеловато будут для восьмидесятки и вот так вот возьмем без проблем захватами конечно лучше работать и проще так происходит подвоз рулона почему он берет с этой стороны они со стороны сетки когда он берет со стороны сетки то рулон по диаметру деформируется и при обмотке получается неровные иногда слетают даже площадку по этой причине он как бы берет вот так вот так ну вот у нас сам стрейч как он это все выглядит решили оставить рулоны лежать вот так по той причине что этот ну вот это при скидывании то есть когда он с обмотчика скидывает он бывает вот так лопается но это не только на смоленском такое бывает это и на других немецких встречах бывает в принципе что хочу сказать вот он липнет и вот он вот так вот тянется то есть в принципе вот пока даже видно ложится он неплохо завода приехали представители оставили мне бухту привозили две но вторая какая-то не очень попалась завода и осталось нам 500 вот так ложится в принципе я что бог не особо мы по качеству обмотки не заметили разницы между немецким и вот этим вот смоленским опять же я не знаю как он будет держать зиму но вот чувствуется что вот он вниз видно как прилипает что клей то есть стрейча есть и облегает он прилично вот так он выглядит здесь единственное опять же это не то что недостаток он у всех есть почти у всех немецкие тоже бах мотает на эту деревянную бухту не на деревянную на бумажную а вот испанский уже на идет на пластиковая она надежно тем что при дождении намыкает и не проскальзывает здесь то есть если у нас обмотчик остается на улице то вот этот вот внутренняя втулка она может намокнуть и пробуксовывает а 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 По натяжке особо я не вижу такой серьезной натяжки. Ну, может, это 500-я как бы, на бусто. Ну, а так, вроде, ложится, прилегает. Да, продают они ее на вес. По-моему, что-то там 150-180 килограмм рублей. Так что бобина что-то около 3,5 будет. Но все зависит от веса бобины, якобы они так продают. Хотелось бы, конечно, оставить и посмотреть, как он будет зиму держать. Ну, вот, ну, видно, небольшие то ли зацепы, то ли что-то такие проскакивают. То ли брак. Вот, вот. Это я производитель, чтобы обратил внимание, что с прошлой бухтой у нас 750-я была как бы проблема. Хотя я точно не уверен, на агро-стрейч это или этот простой упаковочный стрейч. Потому что как бы фирма, основное направление этой фирмы, я так понял, что это упаковка. Ну, вот, Серега обрезал. Все, она вроде нормально прилегает, прилипает. Ну, вот, сейчас Игорь привезет и посмотрим. Поеду домасывать. Так что, по количеству, то есть, я не могу сказать, то есть, какое, что и как будет. Но, бухта большая, то есть, хватает уже там 36, наверное, у нас там было. Вот, и сейчас, я думал, 500-й, на 25 точно хватит. 6, 7, 8, и там было 6. Ладно. Смотри.